Сетевые компании В интернете очень много незаинтересованной аудитории, и чтобы ее привлечь, нужно потратить очень много сил и времени. Конечно, у сетевого маркетинга, как и у всего в этом мире, есть свои преимущества и недостатки. Это значит, что только от вас, от вашей настойчивости зависит, заработаете вы или нет. В сетевом бизнесе, в отличие от работы по найму, все зависит только от вас. От ваших усилий, ваших способностей, вашей настойчивости, вашего желания стать состоятельным человеком. Часто в самом начале сетевики допускают много ошибок, и это нормально, ведь на них мы учимся. Но есть такие, которые могут нам помешать. Например, когда некоторые люди становятся консультантами, пообщались с сильным лидером, повысили свою мотивацию, мотивация, у них горят глаза, они готовы свернуть горы, продать продукт. Что они делают? Они идут и пытаются сразу всем навязать свой продукт и свой замечательный бизнес. Эти новички, толком не разобравшись, не попробовав, сразу начинают всех звать, как будто они уже давно работают в сетевом маркетинге. И это порой приводит к печальным результатам. Конечно, в бизнес нужно приглашать людей, нужно делать презентации, нужно продавать продукт. Но это нужно сделать адекватно, спокойно. В каждой сетевой компании есть свое обучение. В большинстве компаний оно очень качественное и действительно помогает проводить презентации так, чтобы люди от вас не шарахались. Для начала разберитесь в маркетинг-плане своей компании. Посмотрите презентации, и только тогда идите общаться с людьми. И даже если человек не сделает выбор в вашу пользу, он все равно будет понимать, что вы адекватный человек. Не надо настаивать, не надо никому ничего навязывать. Любите свое дело. Просто любите свое дело и делитесь своими впечатлениями. Не надо никого уговаривать. Дайте людям возможность. Если он воспользуется, он ваш. Если нет, идите дальше. Любая сетевая компания предусматривает как продвижение продукта или услуги, так и продвижение самого бизнеса. Некоторые сетевики продают сам бизнес, они продают возможность зарабатывать денег, другие задействуют только продажи товаров или услуг. Мой вам совет. Рассказывайте все человеку. И он уже сам решит, нужен ему бизнес или нужен только товар. Есть некоторые консультанты, которым все равно, что продавать. И они конкретно впаривают бизнес. И это плохо. Потому что человек приходит в сетевой маркетинг только из-за заработка. Ему не важно, какой товар. Если у него бизнес не идет, из такого человека получается негативный пример. Продукт ему не нужен. Он им не пользуется и не рад тому, что приобрел его. В итоге он всем говорит, что ему впарили этот продукт. А бизнес у него не получился. А бизнес в любом случае у него у всех получится. Он для всех, но получается он не у всех, как и в принципе все в этой жизни. Я часто слышу такое мнение. Предлагай только продукт, а про бизнес расскажешь потом. И это ошибка. Например, я в свое время пришел в MLM бизнес не из-за продукта, а из-за бизнеса. И я знаю очень много людей, которые пришли в сетевую индустрию для того, чтобы заработать денег. Только потом они влюбились в продукт и стали его активно предлагать. Поэтому нельзя решать за людей. Есть те, кто пришел приобрести исключительно какой-то продукт, а есть те люди, которые приходят из-за бизнеса. В конце концов, это дополняет друг друга. Нельзя перегибать палку только в одну сторону. Во всем нужен баланс.